Всем привет, это канал Криптонист. Мы продолжаем обзор аппаратного кошелька CoolWallet S и сегодня я покажу, как можно отправлять и получать средства. Поехали! Итак, давайте начнем. Значит, CoolWallet S у меня подключен, все у меня подключено. Специально я отключил связь, чтобы мне не звонили, не тревожили, не обрывали видео. Первое, что я делаю, это я захожу в раздел Receive, выбираю эфир, я попытаюсь перевести сначала токены ERC20, потом сам эфир и попробую перевести это все обратно. Посмотрим вообще, как работает CoolWallet S с токенами ERC20, со всеми ли он работает. Эфир выбрал, я копирую адрес, теперь я этот адрес подставляю в интерфейсе MyTherWallet Connect, вот сюда. Подставляем всю сумму, комиссия поставлена, нажимаем Send. Насколько я знаю, мне нужно зайти в MyTherWallet Connect и здесь мне нужно будет подтвердить эту транзакцию. Сейчас давайте попробуем это сделать. Давненько я не пользовался MyTherWallet Connect. Да, я все сделал, немножечко пришлось пересоединиться и теперь я отправляю всю эту сумму, я проверяю адрес, я проверяю, сколько я отправляю. Адрес у нас на 29 заканчивается, 29, подтверждаем наши действия, вводим наш пароль, подтверждаем действие здесь. Все, значит, это мы отправили. Баланс теперь у нас токенов должен быть нулевой. Да, теперь баланс у нас нулевой. Итак, я отправил токены, теперь мне нужно отправить эфир на этот адрес, чтобы можно было сделать обратную транзакцию. То есть, когда мы хотим потратить токены в сети эфириум, нам нужен эфириум на этом адресе, так как плата за комиссию производится в эфире. Я сначала должен скопировать адрес, я перехожу в CoolWallet, выбираю эфир, копирую этот адрес. Я его подставляю сюда, ввожу полностью весь баланс, значит, комиссию я поставлю быструю, да, все, окей. Нажимаю Send. Подтверждает действие на смартфоне через приложение MyTerWallet Connect и подтверждаю действие здесь. Можем скопировать этот адрес, ну или даже скопировать не надо, можно вот на историю транзакции сразу перейти по этому адресу. И мы увидим вот эта транзакция, которую только что мы совершили. Вот на адрес CoolWallet S мы отправили 4,6 доллара. Изблатили комиссию 2 цента. Окей, все, с этим мы разобрались. MyTerWallet больше не нужен, мы его можем свернуть. Давайте посмотрим историю транзакций. Да, вот у нас эфир уже появился, 3 подтверждения уже есть. И в кошельке тоже должен отобразиться баланс. То есть у нас есть биткоины на 29 долларов и эфир на 4,6 доллара. Ну и также у нас есть там токены. И теперь давайте попробуем отправить. Я хочу отправить токен, который я отправил, вот этот чип, да, токен. Понятное дело, что его здесь нет, его нужно добавить. Как мы это делаем? Мы заходим в настройки, coin display, нажимаем плюсик. И нужно скопировать адрес контракта. Делаю это первый раз, поэтому может занять некоторое время. Как мы это сделаем? Давайте сначала найдем саму транзакцию с токеном. Вот, покер чипс. Вот этот токен, мы на него кликаем. Отобразить QR-код. И вот здесь мы его считываем. Нажимаем add. Токен добавился. Вроде, кстати, все очень просто. Вот, мы его включаем. Обязательно здесь, видите, включить нужно. Переходим обратно. И у нас появился токен чипс. Кстати, реально круто. Мне очень нравится. Теперь попробуем перевести средства. То есть я закрываю. Майтер-валет мне тоже не нужен. И у меня есть заготовленный адрес. Сначала я отправлю на этот адрес вот эти токены. Нажимаю trade, send раздел, куда я отправляю. Подставляю то, что я скопировал с своего макбука. Здесь мы выбираем чип. Так, еще раз подставляю, значит. Amount полностью. Fee, ну, поставим по умолчанию. Нажимаем next. Нам нужно теперь сверить, сколько мы отправляем, куда мы отправляем, с какого адреса отправляем. Сверяем комиссию нашу. И нажимаем confirm. Через touch ID подтверждаем действие. Теперь нужно подключить сам кошелек. Подключаем его. Вот отобразилась сумма в эфире. Вот. И нам нужно, вот здесь отобразился тикер токена. Опять сверяем все. Подтверждаем нажатием. Раз. Сколько? Два. И третье подтверждение. Три. Токены все отправлены на этот адрес. Супер. Перейдем в wallet. И давайте посмотрим, как вообще, какой баланс у меня. То есть он должен, по идее, обновиться сейчас. Баланс обновился. Токенов у меня ноль. В истории мы видим, что вот отправление 600 чипов. Все супер. Кстати, при переходе мы уже переходим на etherscan. И можем детализировать всю эту транзакцию, посмотреть. Да. Ну, вроде все понятно. Отправим теперь эфир. Я выбираю ethereum. Подставляю то есть значение 0,6. Давайте проверим. Да, 0,6. Отправляю всю сумму. Комиссию по умолчанию. Нажимаю отправить. Нажимаю confirm. Touch ID или Face ID в зависимости от того, что у вас установлено. Теперь нам нужно включить кошелек. Он синхронизируется. Кстати, баланс вот в эфире сейчас отображен. А, нет, это не эфир, это биткоин, кстати. Ошибся я. Да, я же еще переводил средства. Да, а вот теперь в эфире. Мы подтверждаем действие на аппаратном кошельке. То есть нажимаем раз. Нажимаем два. И отправляем средства. Первый раз, естественно, отображается тикер. А здесь не отобразился он, потому что значение, с какой валютой мы работаем, указано сверху. Окей, это тоже мы сделали. Все здорово. То есть мы совершили две транзакции уже. И вот они появились наконец-таки. Значит, транзакция эфир исходящая, транзакция чип исходящая. Теперь мы попробуем совершить обмен криптовалюты через сервис Changed. Кстати, Wallet Connect – это определенный протокол, который позволяет взаимодействовать в кошельку с децентрализованными приложениями. Я это не буду разбирать. Если очень интересно, напишите. Если наберется много народа, то я сделаю обязательно отдельный ролик на эту тему. Выбираем Change Day. Выбираем, что на что мы хотим обменять. Например, биткоин на эфир. Биткоин. Нам нужно выбрать адрес. И вот этот адрес я выбрал. Теперь эфир. Выбираем адрес. Выбрал. Окей. И теперь сколько я хочу отправить. Ну, 0,015. На самом деле, вот это уже очень неудобно, потому что здесь нужно вводить вот эти вот значения вручную. То есть, не в долларах, не в каком-либо удобном эквиваленте. Комиссия здесь достаточно большая. 5478 сатоши. Но это очень большая комиссия. Вот. И получаем на выходе мы 0,05. Нажимаю Далее. Да, здесь информация о том, что курс может меняться, когда мы совершаем эту транзакцию. Итак, мы отправляем 0,015. И получаем 0,05. И у нас есть на это 10 минут. Окей. С этого адреса на этот адрес. Отправляем вот эту сумму плюс комиссию. Окей. Нажимаем Confirm. Подтверждаем действие. Нам нужно включить аппаратный кошелек для этого. И нам нужно подтвердить теперь все, что мы делаем. Я думаю, кстати, что я после посчитаю, какая комиссия за все это и насколько это вообще выгодно. Признаюсь, бывает по-разному. Иногда в Трезере комиссия практически такая же при обмене с биткоином на лайткоин. Я помню, я менял и я заплатил 2000 сатоши. Это точно так же, как я совершил бы обычную транзакцию в биткоине. А, я так понимаю, что транзакция уже свершилась. Давайте посмотрим историю. То есть, пока что мы видим исходящая транзакция. Это биткоин. Это то, сколько мы отправляли вместе с комиссией. И должна появиться транзакция уже входящая эфира. Поэтому здесь нужно немного подождать. Ну а пока мы ждем. Я бы, кстати, еще одну транзакцию совершил бы. Я отправил бы вообще биток. Для этого я копирую адрес биткоина. Выбираю здесь биткоин. Просто хочу показать, что это действительно очень как-то удобно и просто делается. Подставляю адрес из макбука. Выбираю полностью. Так, стоп. Выбираю полностью все. Кстати, здесь тоже прикольная штука. Мы можем выбрать, с какого адреса мы отправляем. То есть, CoolWare такую штуку позволяет делать. И, кстати, еще один момент, который я говорил в прошлом видео, что мы не можем тратить неподтвержденные транзакции. И, наверное, сейчас мы это проверим. То есть, по идее, я не смогу потратить эту транзакцию. Я общался с разработчиками, передал им свои пожелалки. Он сказал, что это крутая фишка и не стоит это ограничивать. И они сказали, что окей, может быть, мы это исправим. Нажимаем далее. Нажимаем далее. Подтверждаем действие. Теперь нам нужно подключить аппаратный кошелек. Подтверждаем. И Sending Failed. Понятное дело, у нас сразу же может возникнуть вопрос, а почему? У меня есть баланс 16 долларов, а Sending Failed. А все очень просто, потому что наша транзакция, которую мы совершили, она еще не подтверждена. И в протоколе никаких ограничений на этот счет нет. Но решили тайваньские производители ограничить, я надеюсь, временно такую фишку. Окей, теперь немного подождем, пока транзакция совершится, и мы получим эфир. И что удобно с CallWallet, что я могу зайти, скопировать вот этот ID транзакции. Вот я его скопировал. Просто хочу посмотреть, какой трафик сейчас на дорогах биткоина. 5800, да, Мэмпул 5800 транзакций, но комиссия моя достаточно крупная, поэтому я думаю, что в скором времени я должен буду получить подтверждение. Вот эта транзакция. Как только она подтвердится, должна будет появиться входящая транзакция эфира. Итак, я получил подтверждение. Кстати, здесь такая история произошла интересная. Посмотрите, если мы посмотрим последние подтвержденные блоки. То есть моя транзакция набрала уже 3 подтверждения, и это очень круто. Вот бы всегда так работал биткоин. CallWallet сразу же отобразил вот эту входящую транзакцию. Да, эфир у нас появился, то есть обмен произошел нормально. И мы можем зайти в кошелек и увидеть, что у нас теперь эфир 10 долларов и биткоин 10 долларов. Кстати, давайте попробуем теперь отправить биток. Я скопирую адрес. Перехожу в трейд. Это будет на сегодня последняя транзакция. У меня она не получилась, потому что транзакция была не подтверждена. Ну, то есть выход был не подтвержден. Подставлен адрес, куда я отправляю. Отправлю полностью. Небольшая комиссия. Нажимаю Next. Нажимаю Next. Подтверждаю через Touch ID. Теперь мне нужно включить кошелек. Мне нужно подтвердить вот эту вот сумму, которую я отправляю. За вычетом комиссии. И средства отправляются. То есть они отправлены, да. Мы можем увидеть еще одну исходящую транзакцию. Вот. Unconfirmed. А, это я отправил, кажется, сам себе. Ну, ладно, ничего страшного. Такая транзакция тоже подойдет. Итак, собственно, вот я показал, как мы можем получить средства, как мы можем отправить средства, как мы можем добавить токены ERC-20. И все это работает на самом деле здорово. Мне очень понравилось. Очень просто. Особенно нравится, что токены отображаются как отдельная валюта. И все это суммируется. У меня здесь доллары. Я могу поменять это на рубли. И вообще будет все отображаться очень здорово. Вот 1713 рублей. Напоследок я хотел кое-что показать. У меня баланс. Вот мы можем обнаружить, да. Баланс эфира отображен вот такой. А, ну он, кстати, актуальный. А биткоинов вот такой баланс. А он не актуальный. Вот зачем как раз нужна вот эта вот кнопка, да. То есть, если сейчас я нажму обновить, то у меня баланс должен стать актуальным. Да, вот синхронизация происходит. И данные эти передаются на аппаратный кошелек. Вот. Теперь 17922 тысячи сатоши. Нет, 179 тысячи сатоши. И напоследок еще одна вещь. То, что CoolWallet, как вы видите, и как я говорил в прошлый раз, он не добавляет автоматически нового адреса. Это сделано, чтобы экономить производительность, да, чтобы кошелек не грузился сильно при входе. Так как на этой карте невозможно установить сложный процессор. И поэтому мы можем добавить адрес, но вручную. А добавляется он нажатием на кнопку Add. Вот я нажимаю Add. Хочу я добавить адрес. Да. И после этого добавляется новый адрес с индексом 3. Но это на самом деле индекс 2, потому что 0, 1, 2. А это 2, а 3 это просто имя, которое мы можем для удобства поменять. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Если есть вопросы, пишите в комментариях. С вами был Криптонист. Меня зовут Владимир. Пока. Пока.